Сейчас посмотрим, как оно по Фипису. Насколько будет душить и насколько хорошо можно запись сделать. Новая игра. Так, я тут... Давай сюда новую игру. Так, ну что, первое, что нам предлагают сделать, это выбрать куколдовство. Каким вы хотите быть куколдуном? Яростным куколдуном, ловким куколдуном или куколдуном-куколдуном. Но в прошлый раз я был куколдуном-куколдуном как раз. Я помню, что вот это... То ли, блин, подожди, вот это вроде имба. Вот эту хрень на себя кидаешь и просто бегаешь, чилишь. Эту игру дропнул в лабиринте, а вот так мы с тобой коллеги. Я тоже брал эти... В этом... Как его? В лабиринте, как же, издропнул. Кидаешь эту хрень и все. Враги пытаются тебя ударить, но у них ничего не получается. И бегаешь просто... Разваливаешь. Но повторяться-то не хочется, поэтому надо выбирать между рога и силой. Ну что у нас в силе? Вообще, скорее всего, я даже и с пола и качать-то не буду. Сили есть от хилл хп. Что, конечно, хорошо. В лицо идем. Идем в лицо. Вот какого-то мужика можно призвать. Не знаю, что за мужик. О, не знаю, что за мужик, но можно призвать. А тут... Неподвижный клоун, отвлекающий, ускоряет восстановление энергии. Отправляется в измерение теней. Любая его атака будет обладать сокрушительной силой, но вернет его обратно. Кровоградный демон-убийца, устремляющийся навстречу своей жертве, чтобы убить ее или сильно покалечить. В чем сила? Вот хороший вопрос, в чем сила. Это мое второе прохождение. Мим. Магический заряд, движущийся за вами следом, повторяющий все ваши движения и дублирующий наносимый вами урон. Блин, ну звучит-то сильно, конечно. Дублирующий весь ваш урон. Завара, скучно. Так тут все вары. Там это вроде немножко на статы будет влиять. Только магию, по-моему, нельзя изменить. Это вообще просто, типа, выбор стартового снаряжения и небольших стартовых статов. Пофигу, что брать. Если я хочу взять вара. В таком случае мы получаем... Немножко силы, немножко живучести. Также немножко выносливости и немножко ловкости. Класс выбираем. Да нет, тут, типа, тут только магию нельзя изменить. То есть то, что ты выбрал в начале. Вообще-то не факт, что ты ее издать будешь в принципе. Ее можно вообще не использовать. Можно и вар-вар. Тогда мы начнем с 14-й живучестью. Пок. Ну, вообще-то пополезнее. Жоп-то всегда хорошо. Бонус к ловкости мне вроде как не особо-то и нужен, который там дается. Это, конечно, все хрень. Небольшие такие базовые. Ну, бонус к воносливости приятно. Бонус к ловкости это только немножко лишний. Все остальное окей. Ладно, давайте возьмем вара-рогу. Рога-вара. Чисто для разнообразия. Хотя, не факт, что я вообще буду магию использовать. Возможно, использовать я ее и не буду совсем. Хорошо, что есть эксперты в чате, которые все знают. Как легче, как проще, чем пройти. А это, черт побери, приятно. Эксперту на месте. На месте. Няньки на месте. Няньки в чате. Все хорошо. Няньки, эксперты и инструкторы в чате. Стандартное начало стрима. В смысле, помощнее. Нормально все было. Че тебе там не нравится? Нико теневого клонирования. Из конохи скрытой листвы. Слово, спай, как я драм, я думаю. Я не знаю, о чем ты думаешь. Куда ж мне знать? Идюк по разу 70-е. А какая? Это че, Димаш, я настолько богат, чтобы купить видеокарту? Я вижу, что ты меня слышишь. Так, ну пока Фипиас плюс-минус держится. Иные времена, иные битвы. Чтобы отвлечь выбор, понимаешь? Надо же иногда отвлекать врага. Я не знаю, если это все равно безопасно. В любом случае, наша цель для Ант-Ханаса смирает конкурс. Я надеюсь, что он стоит все, что мы потеряли на дороге здесь. Я надеюсь, что он будет держаться пока что. О, смотрите. Мне кажется, нормально меня сделали. В принципе, достойно. Мы сделали. Давайте начнем работать. Это спокойно. Тоже спокойно. Даже для многих стихов. Подождите. Один раз просела до 55. Это мне не нравится. Значит, филе прошла. Сладко еще не храпел. Да, вот курь. Видел? Келена храпит. Здорово, СМЗ. Собирается. Солус лайк. Какая сложность. 57-59. Так, ну это чепельно. Можно немного графон подрезать. Самое важное в бою концентрация внимания, чтобы сосредоточиться на противнике и нацелиться на его камеру. Хотя, есть еще небольшой варианте сделать вот так. А мы кое-чего попробуем. Кое-чего. Кое-чего и кое-как. Так сделать. И сделать еще вот так. Самое важное в бою концентрация внимания, чтобы сосредоточиться на противнике и нацелить на него камеру. Нажмите колесико. Да, спасибо. А, блин, я забыл нажать на кнопку, которая отменяет обучение. Обучение настолько дотошно, что пока его не сделаешь, хрен тебя отпустит. Ну, у меня просто работает еще этот запись же. Ну, так чуть получше. Так держится что-то в районе 60. Да, боже мой. Отпусти меня, чудо обучения. Че ты хочешь от меня? Нажмите ЛКМ, чтобы отправиться на встречу приключения. Готов уже. Знаете, что совершенно хорошо в этой игре, так это дизайн брони, конечно, и оружие. Вот че тут классно сделано, так это оно. Как я уже говорил много раз, любая броня, это прям шедевр. Прям огонь. Но надо немножко графон-то Кажись, подрезать. Че-то где-то... Че-то где-то подшикаливает. Не хочу, чтобы ниже есть и подала. Я, конечно, просто могу отключить запись. Тупо. Стримом потом кидануть. Тогда все нормально будет. Так-то у меня под 90 фейписов, но со всеми... Со всеми этими стримерскими навалами... Со всеми этими стримерскими приблудами 30 фпс уезжает, конечно. Ну, кстати, так вроде нормально. 70, 52, 66, 69. Вроде пойдет. А то, знаете, в соус лайк играть, когда он пролагивает, это... Отдельный вид удовольствия. На печенье. Да еще и с колбасой. Спасибо большое на ним. А вот не подписался-то. Капа. Хотя, знаете... Это играя без записи, нормально. В Нервинтергал 10 фпс. Хе-хе-хе. Он, наверное, Винтер-то, да. Можно поиграть 10 фпс. Не особо почувствуешь разницу. Капа. Так что ж, Че там про фепис будет. Если будет сильно просаживаться, я просто запись... Запись отрублю и просто в режиме... Стрима поиграем, потом в режиме стрима я и закину это все на YouTube. Потому что как раз-таки в таких... Таких игрок, где сильно много ничего не происходит. Но не сильно много всего подвижного. Графон не сильно покапится. Разница практически будет неощутима. Так. Надо бы ничего не пропустить. Тут секретных секретов помнится много. Что-то типа такого. Смотрите, надо перекат. Хе-хе-хе. Спасибо огромное тебе. Спасибо огромное, видите. Сразу и подпись появилась. Сразу... Сразу все и заиграло. А то, видишь, я тут... Не подписался такой. Стиви, гадай, кто там тебе на печеньке с колбасой. Зато плюс 100 шекелей. Да. Но опять не доиграл. Слушай, надо исправляться. Надо как-то исправляться. Кадром на переходе тебе лишают половины. Да не, на самом деле это все потому, что я в супертяжелой броне. Ну смотри. Оп, оп, оп. Пожалуйста, будь в безопасности. Тут же как в соусе. Можно еще и с кинжалом. Кинжалов, насколько я помню, даже комба какая-то была, если в две руки взять кинжал, то они начинают серию прописывать на много урона. например. Ну, например. пропустил. Симметрия сборка. Да, 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 вон графон накатили. Покачивание камеры. Хороший вопрос, я бы убрал, да? Если вообще можно убрать. Что там по звуку-то, кстати? всегда показывать текст миссии, откалибровать гамму, как брать гамму. Ну, у меня режим этого фейк-скрина, так что чувствительность камеры, следовать за врагом, сменить управление, а тут нельзя ее убрать. Люди по всему. У меня уже есть эта ачивка. У меня в любом случае нужно его убивать, мне же меч нужно. Хочу мить взять. Так. Может быть, есть только разве что какой-то мод, который выбирает покачивание камеры. Ауч. Пассив большое. Даже бэкстеба есть, только ими попасть нужно. Блин, фейлю, конечно. Ну ладно. Надо вспомнить, как играть, че-то. Все в кровище. Когда кэш чистишь, я их в кино водил, в общем, тогда еще на газировку. Спасибо огромное, видите? И меня прям, прям, прям накормил стримера в начале стрима. Вземец босса падает отнутри. Да, я что-то такое помню. Может, пробуем с большинства боссов выбить ачивки. Просто, вроде там, некоторых на НГ-1 хрен заваришь на ачивку. Рублемесы будут. Так, ну я вроде бы пока что ничего не пропустил из интересного. А для того, чтобы убить босса на ачивку, нужно поменять молоточек и перчатки. Так, наверное. Мистер Щекец. Здравствуй, друг. Я нашел крючок. Что ты ждешь? Обратите дверь. Обратите дверь. Я могу нужна помощь. Да, это может быть полезно. Что мне должно помочь? Что ты мне там дал? Чифка, без урона только на первом боссе есть, ну да. Но на остальных там другие челленджи, скажем так. Первый босс вот эти попройти его без урона. Без дамага. Тогда получаешь в награду шашку. Со вторым боссом, блин, со вторым боссом надо вроде что, на, второго босса вроде нужно пройти без блока, не блокируя атаки. На третьем боссе что-то в духе, что-то в духе, чтобы он своих миньонов убил. Короче, посмотрим. Я сейчас так, наверняка не вспомню, что-то. Попробуем сделать большинство челленджей. Ядрить деда унесло. Минус дед. Помянем деда, Ох, так, ну что ж. Первый дамаг задоджен. Тут, кстати, тени ядрить фокапят. В смысле, картинка, по-моему. Ок. Блин, ну они перезапустятся только после перезапуска. Хваленая СЕ. Что? Что не так с СЕ? И бегают гулами. Вот он мой хваленый СЕ. Видишь? А, ты про чит-энджин. Подожди, у меня тут челлендж без дамага. К тому же, с чего ты взяла, что это... Может, у меня уже тут чит-энджин работает прямо сейчас на X2. он раздевается, чёт. Сейчас будет битва двух настоящих мужчин. Так это уже чит-энджинан. Короче. Бойных здоров. Не веришь? А ты поиграй. Поиграй в дефолтную версию. Поверишь. На тебе палки по башке. Так, всё, чат, он разделся, разделся. Выносите масло. Голые мужики. Голые мужики обмазываются маслом. Блин, не хватило, не хватило, чуть-чуть. Конечно, можно попробовать зарашить, но, знаете, давайте наверняка. Ну что, чат, плюс ачивка. Первый босс без дамага. без дамага. Не хватило, без дамага. Не хватило, без дамага. Ни разу не запущенное. да, у меня тоже. Посмотри, какой крепкий мужчина о самом расцвете сил. Ну что ж, минус, первый надзиратель. Один из этих лордов, Казло продолжает говорить. и за это мне дают его меч. Крепкий мужчина лет тридцати. Блин, чуть скрутил графон, и теперь вот этот вот свет не ретрейсинг. Прям графон надо возвращать, наверное. Он даже получше будет, слышишь? Я сейчас тебя ускорю, чтобы тебе медленным все не казалось. Подсыплю тебе кофе в кофе. Да, короче, чем дольше ты не присаживаешься на этот самый, чем дольше не присаживаешься на костер, тем больше у тебя множитель опыта. То есть, чем дольше я не трачу свои души, и чем больше у меня с собой душ. Пушку на 2 литра подари, на 2,5. В общем, чем дольше я не трачу души, тем больше я могу заработать. Смотри, вроде стартовые бомжи-доспехи. Стартовые бомжи-доспехи, но при этом эти стартовые бомжи-доспехи выглядят, как будто это доспехи не знают для самого императора. Батареи отключили вместе с горячей водой. Здорово, рыба. А-а-а, это снова ты. Ну, дыс играем. Ну, играем пока этот не приспичит прокачаться на раз. Как тебе игра? Да и не помню, я играл-то последний раз пять лет назад. Че-то, что мне там поперевесся? Ну, нормально еще, в принципе. Какай! Кастюка хай. Что по магии взял? Так, а розбийника? Я в прошлый раз же играл с магией, а теперь, думаю, надо взять что-то для разнообразия. С магией-то я уже все видел, а вот розбийника не видел. Так, а я понял, что тут можно бэкать. Научу не бэкать, кстати. Вон там, видите, множитель 1.24 уже. Сколько нужно мне играть, чтобы научиться боссов одного от другого отличать? Ну, прохождение 5-6 и пойдет. Я думаю, научишься. Там портал был. Сейчас он, по идее, должен открыться. Вроде как. Если я вспомню еще, где он был. Где-то здесь определенно. Красная ветка шутит все, кроме боссов, то разбийник шутит вообще все. А я вот магом играл как хай. Надо что, проходил эту игру, судя по тому, что говорит как инкубусик. Самая чильная ветка. Но я помню, что я там обмазывался в конце этой хренью, которая отражает, которая стагерит врагов когда-нибудь атакует. вообще не парился. Еще на йо-хо-хо. Осуждаю на всякий. Вон, рыба проходил два раза. красные ветки просто бонька уешка и все вмерло. Блин, вот я вообще не хотел особо качать верный послушник. считаю, что амулет восстанавливает к заклинателю силы. Ну, пусть восстанавливает. У меня, правда, ничего нет. Хотя у меня есть вот эти штуки, которые дают очко заклинаний и очко показателей. силы восстановления магии потому что у тебя есть софткап на все статы кроме веры. Ну, я хочу взять самый большой меч раз я пошел сюда. Самый большой меч вроде как 36 силы требует. То есть мне нужно 36 силы выкачать. Да. Так я в прошлый раз так и качался все через веру. В этот раз покачаю через бесуху. софткап 40. Ну, вот я, наверное, возьму 36 бицухи. Что-то по выносливости, а потом, может быть, веру или параллельно немножко веры взять для каких-то талантов. В конце концов, одно очко и два очка у меня есть, только потратить пока не могу. Для этого нужно на алтарь присесть. Что там, кстати, выпало-то? Мне вот на меч не хватает бицухи. Зачем мне ваши геймпады? 36 силы, 36 веры, через ульты зеленой ветки ты шотнешь ласт босса. Польно. Ну, посмотрим, если так, что. Я что, против что ли? Не против. Я вот даже за какой-то степени. Береги очко, да я берегу очко, никуда не сажусь. Ну, смотри, бэк. Пока что копим множитель экспы. Каждая последующая победа увеличивает ваши шансы на более ценный дроп, увеличивая топ от получаемых последствий. А, да, еще дроп, типа, франц дропа больше, чем у тебя выше множитель. Расти, расти сэндман. Но мне конкретно нужно будет этого чела зафармить, который с которого пушка большая падает. Удача-то, да, конечно, удача там в МГ плюс начинает играть. Блин, а блок-то кто будет ставить? Где у тебя жопа? Это не жопа. О, вот она жопа. Вот она жопа, чат. И далее. Что удача делает? Шанс дропа увеличивает всяких ништяков. Вот, мне, например, нужно будет выбить... нужно будет выбить меч, там, классный заказ. Ну, что-то вроде того. Мне кинули 200 евро и попросили поиграть в Fallen Lords. Ну, а я чё? Игра-то хорошая, вон, как хай соврать не даст. Думаю, и поиграю. Ничего бы не поиграть. Капа. Тем более, раз так настаивают, щит на спине висит, он всё ещё блочит стрелы. Да, это прикольно. Тем более, что я и сам не играл когда-то. Что вот немного недопрошёл. Смотри, уже 1,40. 1,4 множитель. Внешне влияет классно, содержание часто не очень. Ну да, вот. Ещё раз повторяю, что классно в этой игре, так это дизайн. Вообще, вот дизайн оружия, не знаю, дизайн брони особенно. Всё прям невероятно круто. По содержанию там бывает не так хорошо, как с бронёй, но всё ещё. Всё хорошо, что не лабиринт. Блин, не хватило, чтобы добить. Деписа не хватило. 1,42. Чё-то укачивать начинает. и выспить сначала, чтоб не укачивало. Это тебя после лошади укачивает. Наскакалась, нарубилась там. тяжёлая броня, как космодесантник, но я планирую, да, тяжёлой броня-то. VR играть. Интересно, кстати, а есть какой-то мод, который убирает покачивание камеры, да, вот это вот. А то она прям, прям, прям хлебом её не кормит, дай укачаться. Смотри, палка монаха. Давай. Приезда в Хелген укачивает. Чё-то она прям укачивает, укачивает. О, смотри, ништяк. Столько наскакивать? Ну я о чём? На тебе, палку в пузико. Записунку не собрал. Эта стенка мощная. Ты плыри в Муранде? Я и забыл, что тут стенки, до которой некоторые стенки можно ударом щита выбивать. Совсем забыл. Ё-моё, павук! Павук! Блин. Чё-то павука не хочу. У меня помню, что павук это больно. Вторую часть запилить, так же, когда рейтит ворлдс, но что-то пошло не так. Увы. Доспех церковника. Доклятый павук это самое страшное, что есть в этой игре. Сама дамажная, посох у меня самый дамажный. Утаж с него ништяки. Так, кхай, я и убил первого босса без дамага. Вот как раз я его убил, когда ты пришёл. Мне с него меч дали. Я говорю, попробую, попробую сделать челленджи на всех боссах, на которых возможно. Ну вот, первый босс сделан. Павуки это реально смерть. Вот, серьёзно. Если до этого это всё были так, детские развлечения, то павук это... Павук это... какой-то... Да, его прыжок не блокируется. Он ещё ядом травит. Он ещё мелких павуков рожает. Пока дамага нет, так его вообще непонятно с чём убивать. Надо его откатить куда-нибудь. Ты куда? Павук? Стой, павук! Куда? А, он в комнату босс-файта пошёл. Э, в смысле? Чё? Кого? Блин, чё с ним произошло? Он поюзал алтарьмой, да, и пропал. Сук. Чисто алтарь прожал. хе-хе-хе-хе-хе. Блин, даже этот самый, скажи, даже мелких павуков нельзя заблочить этот прыжок и может быть как-то супер-лайт броне. Но пока он рожает, его можно ударить, но потом он сюка вот так вот делает, да? И минус почти всё лицо. Я ж потом не могу ни отойти, ни перекатиться, если только если только раздеться как-то, у него и плевок, и этот и яд тоже не блокируется. Когда он им плюётся. вот это вот блин, он ещё донаводится в прыжке. Яд, яд, яд! Сука! Павук! Ладно, теперь можно прокачаться. из плюсов. Надо быстрее кстати души свои забрать, пока они не пропали. Там помнится души со временем таять начинают, если не забрать. быстрее, быстрее, за духами. Ладно, мы сейчас как-то до кувырок есть, просто я в тяжёлой броне. где-где-где-где-где-где мои души? Павук где он меня загрыз? А вот так. Быстрее, быстрее юзать, всё. Успел. Не потратил экспо. Надо какой-то спешил тактикс разработать на павука. Но перед тем как это делать, пойдём-ка вкачаемся, раз всё равно множитель пропал. Может хватит мне сейчас статов, чтобы меч тот взять с босса двуручный. Попробую его с мечом запушить. Так. Значит, вкидываем всё в статы. Можно скиллы кидать в статы или в этот заклинание, но пока меня статы интересуют. Берём статы на все деньги. Два стата качать либо силу, либо ловкость. Да, это конечно большой плюс, ну... Собственно, нужно выбрать либо то, либо это, куда присаживаться. Блин, может быть мне поможет мой этот дух, чтобы последний анлокнуть сотрясатель. От этого вызывал мужика с молотком кахай. Как он вообще? Какие сильные анимации, нормальные анимации. Классный, да? Ну да, там нужно всё равно поинты тратить, иначе не взять последнее вот это вот. Ладно, давайте качать рогу постепенно. Сразу же анлокаются вторые. Так, из статов я хочу силу в 15 там, как раз на меч. Пятнажку силы. Это не само, он над тобой появляется и жмыхает молотком веры. Убивает всё, кроме боссов. А, я думал это вообще как какой-то союзник, который будет за тебя сражаться, а он прям неуязвимый. Почему именно рога хоть как-то ускорит геймплей? Так, это ж условно всё. Рога это такое условное обозначение ветки. Это просто обилки. 64 дамага сразу. Совсем другое дело, правда, слушай, ещё не перевес. Но мне нужно... Давай-ка снимем всё лишнее, попробовать паука зарашить. Может быть в супер лайте. Вот так вот. Махнулся, лол. брать скилл и свитки, не выбрал вначале. А чё нет? Можно мужика оставить. лол. Так, ну ладно. Нас то паук интересует. Мне просто интересно, могу ли я ему всечь и потом успеть отбежать. Основной как призрачный лучник, поя один на один жмых. Понимаю. Не долетел. Мужик, который замедляет всех. Мужик, который замедляет всех, это у колдуна. Блин, надо с расстоянием поэкспериментировать. Не долетаю. Пока что не долетаю. Зеленые кроме ульты. Там наверное в зеленой ничего кроме ульты не нужно просто. Ты не помнишь. Зато вон, вон тапает. Так, блин, ну давай павук. Раунд два. Ать. Не попал. Блин, 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 блин. Твою же мать, тут еще один павук. Куда меня заманили? Все в павуках. Не дать ему родить. Ну кстати, вот 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 если не дать ему рогать да и бить его по лицу в этот момент. С быстрыми перекатами можно успевать отойти. А, стамина, стамина, да. Сук. клятый павук. Я говорил, что павук уже имба, да? Да чертовы павуки. Туши мои верни. Хотя у меня их там и нет. Оп, союзничка-то. Блин, малыша рожает, малыша рожает. Успел. Успел родить малыша. За стаминами последить. Так. Это он опять рожает, да? На тебе по роже. Плевок токсинами. Так, окей. Еще рожает. На тебе еще по роже. Давай, давай, павук. Павук, блин, да боже, как же ты больно бьешь. Просто все лицо сразу на пол падает. Трусах-то. Да! Но зато за него экспы, конечно, много. Топ-1 щитови, которого бэкнуть нельзя. Диэндерал. Да, я тоже не слышу Диэндерал. Че так больно лупит? Я не знаю. Видишь, один на одна ошибка и ты ошибся. Проходил я раньше, павук тоже вначале без сил прыгал за стенки. Да, я проходил, но я не дошел тогда до конца. Уже плохо помню, че, как оно тут. Вот, как раз пытаюсь вспомнить. Вообще, ради чего я здесь делаю? вообще на этих можно и щекец, правда, я уже за пределы загрузки выхожу. Но в принципе, если еще перчатки снять. этого меча, если босса убить, у него вроде спецобилка есть. Вот такая вот жмыхнуть. Ни хрена за него экспедали, кстати. Это какая-то какая-то очень крутая лока, судя по всему. Явно, мягко говоря, не под мой левел. А это че? Че за руна? Ну, че-то за руна. Блин, еще павук. И там павук. все в павуках. Везде одни павуки. И еще один павук дает твою. так, ну ладно, продолжаем тактику набегов. Блин! О! А! Да за шо? Он в этот раз даже у него даже времени восстановления не было. набежал. Поверяй. Поверяй. что-то какая-то стрёмная локация. Че-то здесь стрёмно, чат. Пожалуй, мы сюда чуть попозже сходим, когда я смогу переживать пару хуся и павуков. Да, по-моему, это немножко немой этаж пока что. Вообще, потом можно возвращаться на все локации. Я думаю, так и надо сделать. Че-то... забрал души. Проверяй. Кстати, а если два раза умереть, то души вообще теряются? Да, вообще теряются. Ну и ладно. Короче, сделаем вид, что я там не был вообще. Что у меня там не было. Посмотрели. Очень интересные вонтапывающие пауки, да. Зайду попозже. Кажется, мои души теперь у пауков. Да, кажется, что да. Пойдем с бомжами воевать. Бомжи это по-нашему. Точно. Да мне что-то не хватает. Тапок не хватает. А мой размерчик. Бомжи это пожалуйста. Если бы он чуть быстрее еще восстанавливался после удара. Одеть весь сет. Да, не знаю. Надо будет посмотреть. Отсук. Да, инвентарь немножко душный. Плюс это еще знаешь какая при условии того, что нельзя шмотки выкидывать из инвентаря. Нет, тут сеты ничего не дает. Сеты просто ассеты. А у меня там такой стрик был по экспе. Такой стрик был. Все пропало. Может как раз таки возьму какую-то билку роговскую чтобы павоков разваливать. Избранная. Ну сейчас найду что-нибудь потяжелее. И разберусь в избранном. Пожалуй. конечно обычные одноручные атаки этим в рукам сильно неспешно и зато с разбегу вроде бы даже и быстро получается. Давно бегаете? Да недавно только с пауками познакомился. за спину паукам с ревизор прыгать вроде как можно. Там была такая билка. вот надо что-нибудь взять а то что-то эти пауки которые вон тапают не сильно радужные. Его тоже паук покусал. паук отсоси яд надо яд отсосать яд срочно отсосать яд он умирает с порой паук от тела по паук красави кое-что на вашей голове спасибо прожит к тебе жизнь спать вы не монастик маркинга на твоем лице Знаете, мне после встречи с пауками нужно вообще все тело отсечь, по-моему. Да, обычное дело, чё? Чё, руку не отсекали, что ли, никогда? Найди к себе ликаря. Кому еще там помочь? Кого еще там рука болит? Решаю вопросы по сходной цене. Не ту руку отрубил. Мне кажется, нужно подорожник приложить просто, да? Кстати, довольно ключевая развилка, насколько я помню. Либо я отдаю ему бутылку и навсегда остаюсь без одной бутылки. Либо я не отдаю деду бутылку и у меня навсегда до конца игры остается плюс одна бутылка. Вот непростой выбор, да? А у нас же челлендж. Держи бутылку, дед. Дед бутылку не вернет. С него пять тысяч за бутылку, чё? Да ничего. Там вроде квест потом с ним. Вроде с ним будет потом продолжение квеста, если бутылку ему дать. Спасибо. Так что дадим деду бутылку. Еще что-нибудь отрубить, да, квест? Блин, и все-таки Фепис-то тут просаживается. Это волшебное место, такое просадки Феписа. Возможно, запись-то, блин, паук. Я под ногами не видать паук. Смотри, паук прокусывает даже через щит. Даже мелкий паук кусает через щит. Легкая броня. Он так идет, потому что у него перегруз. О, что у меня, ты на мою броню посмотри. Естественно, я буду медленно ходить. На тебе, Саечку заиспуг. Так, чё, кого тут еще вылечить? Подходите. Тебя вылечить? Тебя еще вылечить? Кого еще вылечить? Вроде ничего интересного-то и нет. Комментарии божественны. Так я всего лишь лекарь. Даже не рыбак. Так, закрыто. Смотри-ка, суп с эстусом. Ах, ты хитрая в жопах. А, бэкстеба не желаешь. А ты? Так. Чтобы открыть сундук, нужно ставить ячейку. Руну в ячейку. Давай, вставлю. Чё бы не вставить, если можно вставить. Живые стихии, средний доспех. Осколок с очком показателя. Это хорошо. Осколок с очком, это хорошо. Заперто. Ну, с пауками мы еще посражаемся, но чуть-чуть попозже. Если я сейчас буду сражаться с пауками, это займет слишком много времени. Оу, по-мужицки разменялись. Блин, жаль, бэк не прописал. Бэк с двуручным мечом довольно эпично выглядит. Ны! Ны! Слушай, вот файлер-атака с одной руки, вон в руче прям великолепно. Тяжелый доспех. Так, симметрия. Тяжелую броню завезли, говорят. Еще больше эпика. От сапоги уже не влезают. НГ с тяжелыми доспехами? Да нет, это самое начало игры. Какой НГ? Чуть-чуть не лезет. Но можно, в принципе, и щит-то и убрать. Хотя можно взять этот щит. Он вообще один, они одинаковые абсолютно. Только чуть менее эпично выглядит. Зато теперь в тяжелой броне, а не в какой-то шляпе. И далее. Просто посмотрите, что первые доспехи, что вторые доспехи. Они выглядят просто все... Гидрит эпично. Даже, ну, прошлое-то, да, там, поэпичнее смотрелось. Но это тоже выглядит эпично. Даже эпичнее броня, чем в этой самой... В Аркании. Хотя, казалось бы... Куда эпичнее. А разве что, там может быть эпичнее Аркании. Картонка? Ну, пока не влезает. Нужно бетуху качать, чтобы влезло. Он без щита. Так я и буду потом без щита. Пока он влезает, что бы его не взять. Тебя тоже вылечить. Собираюсь тебя убивать, я только лечу. Сами лица Лардарона прошептали это имя. Хе-хе-хе-хе. У меня нет внимания, чтобы взять твою жизнь. Ты у меня есть мои благодарения. Но понимаешь, что твои маркинеры... Твоя лицо. Отсюда полно демонов. Хочешь жить, беги. Первый раз. Полу-первый. Метки искать. Что-то поможет тебе найти метки Антаноса. Их всего три, как я знаю. Пожалуйста, постарайся. Раньше Лордов Зе Слово решил заново, только с тяжелыми доспехами. Да я не проходил их, я недопрошел тогда. Меня там что-то задушило. Лабиринты какие-то меня задушили. А в этот раз, ну, скажем так, заказали. Блин. Найти три метки. Вот, и ходи теперь ищи, где эти метки. Попробуй их еще найди. Вот, здорово, дед. Тебя не нужно еще раз полечить, не? Нормально все. Давайте попробуем найти три метки. Так, тут я вроде уже был. Не всех темп игры устраивал, но отличная же. Это нормальная. Играть можно, главное привыкнуть. Главное, на павуков не попадаться. О, кстати, это что-то там что-то не забрал. Осколок устойчивости к молнии. Добрый день. Она скорее как демка. Кто как демка? Игра? Почему как демка? Нормальная игра. Перчатка победы. Рукавица уникальное оружие. Она использует магическую энергию, чтобы атаковать на расстоянии. Попробуйте поэкспериментировать. Очень полезный плод ремесленного дела. Очень полезная подсказка. Режим залпа, режим взрыва. Мне там, кстати, ровно, с перчаткой, ровно, ровно по весу выкладываюсь. Это, по-моему, единственное стрелковое оружие, в принципе, в игре. Так что... Жахни, Пендальф, как говорится. Ну, пока она шмальнет. Пока она шмальнет. Блин, меня лучник там оснашал. О, бэк, смотри, смотри, бэк. Да, фатрол, и что? Болты как-то слишком быстро летят для этой игры. Держите, молодой человек. И вы тоже держите. И еще кто-то хочет. Все. Тут же еще и парировать можно, между прочим. Так, на секундочку. Железо апнул. Это спарта, сынок. Главное не разбиться. Блин, там опять павук. Опять клятый павук. Вот бы после этого удара приходить в себя побыстрее. Вообще цены бы ему не было. Слушай, так долго рожают, а после удара. Чтобы хоть что-то сделать там. Павук уже успевает. Павук уже все успевает сделать, пока я... Блин, особенно вот это вот сделать. Прыжок с донаведением. Ну давай, рожай своего малыша. Хватит прыгать. Блин, на 110 всек. И он мне тоже всек. Ну ладно, хотя бы не на все лицо. Натеклятый павук. Одноручных? Да есть. Я же начинал с одноручным. Можно и одноручное взять. Пушек-то тут хватает. Можно вон топорик взять. И бегать с топориком всекать. Можно меч одноручный взять. Вообще, да, лут в пропасть. Я просто за эту хрень, за то, что столкнешь этого чувака, здесь ачивку дает. Но я вспомнил, что я ачивку уже полутал, поэтому... Поэтому, да. О, шипастый молот. Просто шипастый. Молот шипастый. А он двуручный, да? Да, двуручный. Ну супер тяжелый. Придем, дамага у него меньше, чем... Меньше, чем этот... Меньше, чем у меча. Ну, меч-то уникальный все-таки. Да! Да! Ядрить. У него даже атака с разбегом медленная. Такой пока попадешь. Но по кому-то надо попасть. Просто посмотреть, как оно. Где вообще я? Нет, два вопроса. Уголок устойчивости к магии. Боль. Действительно боль. До встречи у кузнеца разбийника. Так, блин. Что-то он... Супер слоу. Регенит хп. Все равно ману не тратишь. Да, есть, да. Но это стойка воина, которая хп регенит. Но она так медленно регенит. Не спеша. Ну вообще стойка прикольная там, да. Можно... Завосстановить себе все хп. Никуда не спешишь. Чисто не хилками хиляешься, а стойкой. Где это? Где что? Возьмите! Это не не обманывается тебе. Что ты хочешь. Ты не получишь ответы от мертвого человека. По-моему, это твой счастливый день, старый парень. Что это было? Они львы, и лучшее, а не только... Они уничтожили мою семью ценностей, но они уничтожили портал. Портал? Края с секретами. И секреты имеют мощь. Я была на пути туда, когда Рога появилась из нижнего места. Почему ты так уверена, что он еще здесь? Это в книге Линейджа, и книга не любит. Червями, а не грабителями. Я всегда их беру для книги, а не левтерами. Не будь мучитель. Многие здесь люди просто так подлые и подлые. Ух, книга про линейку. Годами обирали крестьян. Слышь, это монастырь, тут ТНН. Это монастырь. Никаких женщин позволяет. Никаких криминалов позволяет, но здесь ты. У меня есть конструкция. Скажи мне про эту констеллацию на твоем грустном лице. Ах, я не думала. Это аэродинамичная женщина, ты ничего не понимаешь. Знаменитая и лысая из монастыря. Бесконечный баланс и выносливость, да. Но я его не буду использовать. Так. Можно сохранять свои достижения через shift. Блин, у меня все равно хилки закончились. К тому же я хочу какую-то обилку взять. Так что получается сбрасываем в модификатор. Так, если я хочу... Что тут из интересного? Кровожадный демон-убица, устремляющийся настречу своей жертве, чтобы убить ее или сильно покалечить. Магический заряд, движущийся за вами следом, повторяющий все ваши движения и дублирующий наносимый вами урон. Но первая точно шляпа. Вот. А второе, чтобы взять, нужно качнуть веру. Много веры. Отправляется в измерение теней. Любая его атака будет обладать сокрушительной силой и навернет его обратно. Эх, вроде бы классно. С другой стороны, можно, конечно, и взять. Вопрос в том, что мне нужно дальше. Что инвизия? Да, инвизия еще надо дожить. Да, инвизия это 15 веры. Бэкстеп кувалдой. Ага. Много, много веры. Живучести пока хватает. Еще можно чуть-чуть выносливости взять. Чуть-чуть. Хотя у меня, вроде, фулл плейт пока что влезает. Там ведь скоро может пойти и новая пушка, на которую не хватит. Верь в инвиз. Все деньги на инвиз. Вот что интереснее, мим или, мим или укол. В любом случае нужно 4 уровня в статах получить. Что думать-то? А какой гуинвиз? Он 15 веры требует. Я сейчас при всем своем большом желании не смогу его взять. Так, мне нужны, короче, пока статы. Мне нужно 7 аж статов. Чтоб хотя бы гипотетически появилась возможность. Могу, конечно, 12 веры взять. Этого мне хватит, чтобы обилку после этого купить. По чем там? По чем там обилки-то продаются? По 12 продаются. Ну вот и прекрасно. На следующем уровне купим обилку. Да, я везучий. Я везучий. У меня много маны. Каппа. Маны много, хила мало. Ну, пойдем. Пойдем бомжевать на скиллпойнт маны. А я что, не открывал? Даже тут пошел в глиномага. В смысле в глиномага? Я, блин, взял, я бегаю в супертяжелой броне с супертяжелым двуручником. Смертоносная тайна, короткий меч. Как я его не подобрал. И взял еще ветку разбойника. У меня отмага. Там просто требования к обилкам разбойника на вере завязаны. Так что не надо тут этой грязи. Я-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, твою мать. Ах ты ж гравитация. Бессердечная ты. Блин, стамина, конечно, просаживается. Тереть-то было нечего. Из плюсов. Все уже было потеряно. Вообще, кстати, мои павер-атаки должны его стан лочить вот так вот, с которой, блин. Как они там выполняются вообще? Свертулхана. Опять придется павука душить. Так. Пешочком. Хватит мага пикать. Да и где ты видишь во мне мага? Вообще, у этого же меча классная обилка за ману. Только делается она с одной рукой. Так как мана у меня сейчас есть. Огненный меч. Так он не огненный, он физически. Там ни урона огнем вообще нет. Ману как восполнить? Она сама леденец. Со временем. Да, просто скину босса купил. Меч-то обычный. Использован. Это моя шестая ночь на рассмотре. Согласные огни. Согласные огни. Все снижение слепы. Может, Рога ухудшили. Я надеюсь, что виллежцы могут вернуться к своему роду. маловато как смотри туда билка меча и мы почти ваншотнул зачем мана на обилке разбойника не поверишь рок-топор чё там блин дамага маловато у этого топора рока маловато маловато будет бога я блин прыжки ты выделываешься но я стамина блин вот же и трехи трец мяча после таких разбега вроде продолжение есть можно два или три удара подряд не знаю я вообще первый раз его использую кастующий рога так я еще даже ничего не кастую я еще даже кастовать не обучился на еще разок держи я вроде начинаю немного блуждать не забудь прокачать через час придешь напомнишь спасибо напомнить это важно так тебе на рога в тяже звучит надежно а я чем не на появится какие-нибудь разбойничьи кинжал и можно что возьму правда почти все кинжалы требует ловкость которая более-менее а кстати кинжал порока 30 урона на кинжалы прямая ловкости 10 10 агилы он не могу кинжалами поразмахивать такой перекат грустный так у меня супер перевес какой мне перекат моим перевесом у меня супер мега тяжелая броня можно забыть о перекате я рога без переката еще так камера с лому вот до аквариус и дворочь решат на добро самая дома ращая пушка здесь же в отличие от соуса нельзя взять пушку и как-то прокачать и дамаг есть просто пушка и все и ты единственная единственная как у нее повышается дамаг это того что ты статы свои прокачиваешь это в соусе ты там взял оружие и бегаешь с ним улучшаешь его он сейчас упадет и угронит мой лут то есть такая вероятность да я не упал уж и на этот не то секундочку так режим стрельбы режим залп режим взрыва давай режим стрельбы это режим стрельбы до смысле попозже у меня уже есть руны как-то я могу и пострелять только пока у меня там мана 3 гениться на второй выстрел фокусы показываешь у меня перчатка специально обычная боевая есть смотри она стреляет но медленно и не сразу стреляет он видал надо просто подождать пока она выстрелит там предубеждение посох посох предубеждения у колдовской что ли до кукол доской посох они тащи посох на ловкость посох ловкости ласт аргумент любой другой игре стартовая пушка остальные понадежнее но пока что ничего надежнее нет не зря я босса с челленджем убивал вы мечом не воспользоваться что ли так ну кажись я тут нашел все что было больше пока ничего нет их не бэк ладно смотри супер удар пополам просто а множитель то растет тем временем растет пришла пора кажись второго босса я конечно немного печалит мой запас стамины что поделать так мы не помню босс прямо здесь что ли или чуть дальше и чё у нас по челленджу на второго босса нибудь помнить что там по челленджу на второго босса надо посмотреть по моему не блокировать его атаки вообще блоком не пользоваться так я загуглим на вики на вики посмотрим причем что самое странное в самой игре ничего не написано про то что какие-то челленджи есть на них гадай сколько хочешь блин так вот первый босс убить не получив урона второй босс нельзя блокировать удары босса ну да типа нужно пройти нужно пройти этого босса без блока давай вообще просто ищет уберу чтобы даже мысли не возникало о том что блокировать что за челлендж ну там пушки дает уникальное если ты челлендж выполняешь на боссе мне как раз стать и на skill point хватит ну давай будет блокировать мечом мим магический заряд движущийся за вами следом повторяющийся ваше движение и дублирующий наносимый урон либо мим либо укол что же взять чат один бежит и в лицо врывается второй дублирует мой дамаг как система прокачки тут забавная ни того ни другого я не видел ну давай укол возьмем и будем на павуков спускать получается а посмотреть можно на кого-нибудь есть тут то живой блин все мертвы придется на боссе смотреть я же печати еще не нашел я же нам просили печати найти точно а печати так то искать будет он хоть и первая печать кто-нибудь еще две видел я че-то как-то по стенкам не смотрел как-нибудь потом эти ему печати собрать но потом может быть поздно они же даже не выделяются никак эти самые печати да нужен эксперт по печатям квест из разряда пойди туда не знаю куда и найди то хрен пойми что действия не был какие квесты мне не очень нравятся в которых совершенно непонятно что делать блин а сейчас это на тебе бомж папашки в школе получается так ладно один папашка не в школе это я точно знаю один папашка где-то здесь а антанас его как стакается модификатор но пока ты не пользуешься этим самым там вроде по 0 2 что ли за каждого бомжа убиваешь бомжа 0 2 в модификатор до тех пор пока на костер не присядешь чате антанаса давай так значит первая метка находится на северной стене возле сундука под лестницей под лестницей я нашел третья находится на стене южной дозорной башни так южная дозорная башня и на северной стене возле сундука хороший вопрос что такое северная стена как вы думаете квест северная стена возле сундука о кстати на вас можно проверить а вот смотри северная стена подписана где-то здесь где-то здесь где-то здесь о видали он добежал и ваншотнул ну имба обилка бомжа ваншотнул я настолько постарел что герои не такое слово слушай дед если сейчас кинжолы возьму и в легкую броню переоденусь так вот северная стена возле сундука говорят должно быть тут сундук где-то здесь печать должна быть значит вообще дед ты просто не проснулся еще так на северной стене возле сундука сук северная стена где сун где а у меня разве кольцо не одета оно на мне оно на мне не подожди тут написано что это северная стена это северная дозорная башня а вот это написано северная стена так и написано северная стена это ворота в стене это явно не то а кстати обилку проверить на на вон этом вон который пожирнее что нормально но не фонтан конечно модификатор x116 морис море идет чаще покажу что ли и вон и и и и Продолжение следует... Жаль, показывать больше не на каму. Лево от стены, блин. А, сука! АК! Блин, понятно. Вот она, первая руна. Паркур! Так. Третья метка находится на стене южной дозорной башни. Южная дозорная башня. Это вот это вот, что ли? Да, где-то здесь на стене. На стене, на стене, на стене. Под лучником я уже находил. Это вторая метка, по идее. Находится под лестницей перехода из северной дозорной башни на главную стену. Под лестницей переходом из северной дозорной башни на главную стену. Это северная башня, правильно? Нет, это южная. А, тогда не оно. Если это южная башня, тогда это... Короче, нужна метка, которая находится под лестницей перехода из северной дозорной башни на главную стену. Так. Это северная дозорная башня. Переход на главную стену. А вот она. Блин. Так, ну тогда я все нашел. Осталось деда найти, который просил это все отыскать. Блин, ну квест, конечно, просто мое почтение. Минус глаза. Квест на минус глаза. Павуки! Павуки! Блин, вот только с кинжалами нужно тайминг соблюдать. Иначе они не дамажат. Синжалок дамажат только комба. Гевина не видели? Как я могу его вообще видеть? Собственно. Дед, нашел от твоей метки? Пошли, покажу. Так, и че ты мне там дал? Компас. Компас дал. Спасибо. Компас. Не верь тому, кто утверждает, что твой разум тебя обманывает. Доверяй своим ощущениям, а и не приведут тебя к настоящим сокровищам. Это типа что-то... Эта штука подсвечивает, что ли, что-то? В соляк из светилища отыграть? Двуруч через силу. В самом начале игры можешь найти клеймору. Клеймор это... Клеймор это оружие, с которым можно пройти до самого конца игры. У него есть скейл от силы при максимальном улучшении. Можно даже ее ни в чем не качать. Либо молотки двуручные. Но там и двуручные молотки, и двуручные мечи качают силу. Вот, собственно, и качаешь владение двуручным оружием. Ну, владение либо молотками, либо двуручниками. В самом начале валяется клеймора. В начале в замке можно найти двуручный молоток, который базовый, но у которого дамаг один из самых высоких в игре. Его можно тоже не грейдить до конца игры и просто с ним бегать. Это самые простые билды. Всякие кинжалы и прочие, прочие одноручные глину. Даже не трогай. Это не для первого прохождения, это такая душная душнина. Бери двуручный гилдак победы. Он не подведет. Проще всего клеймора, но некоторых мобов, тяжелобронированных, проще молотком. В среднем двуручный молот самый простой вариант прохождения. Найдешь там на стене... Найдешь на стене, короче, двуручный молоток и все, победишь всех. В затонувшей крепости, по-моему, находится. Так, ну вообще, дай мне кольцо, которое там ману чуть регенит. У меня же теперь обилка есть. Все, собственно. Я ж могу... Не туда, не туда, сэнпай. Опа, бэк. Вот как здесь кинжалы не для первого трая, так и в своих светилищах лучше оставить не на первый трай. Задушишься. Ну, а на сдачу там покачай... Так. На сдачу там покачай блокировать нельзя. Самое главное, нельзя блокировать. Все остальное можно. Блокировать нельзя. Ну, а я, если честно, не помню, что он тут делает. Что-то делает. Тяну щитов делает. А, бомжей позвал. Блин, достал ты, смотри. Ну да, такая себе идея была, признанию. Какой же быстрый удар. Такая глина... Подождите, не отвлекай. Видишь, у меня тут босс. Где-то, что я не могу. Да, нужно перекатиться. Так, не блокировать, не блокировать. Делай, что хочешь, только не блокируй. Надо кнопку себе забанить, короче. Чуть-чуть пофейлил. У него даже выпад еще есть. Слушай, а если в тебя обилку спущу, она тоже в щит разобьется. Она не разобьется. Надо спускать, обилку-то дамажит больше, чем я с фрешка. Надо спускать. Блин, он тоже спустил. По-моему, начинать замах заранее. На последний фазер, вроде, вместе с ними еще будет сражаться. Нафть я пожжу. Ух, ничего себе. Всяки ему. Блин, в сторону бежать нельзя. Достает. Надо перекатываться. Дайте еще обилку и заспамлю. Последняя фаза. На кладбище. На кладбище. Тоже на кладбище. Тебе по щам. Всяки ему. Малыш, всяки ему. Так, че, 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 че. А, стрелять будешь. Стреляй, стреляй. Всяки ему, малыш. Ах ты ж, сюка. Забил мой мега-быстрый апкаст. Ладно, сам всяку. Туповый билд плавкача через репосты. Через кинжала, через репосты или через что. Надо, кстати, опровать, порепостить, да. Надо только легкий щит взять какой-нибудь. Который парирование быстро делает. Ну что, это должно быть челлендж. Без блокирования. Это, наверное, самый простой челлендж. Да, ачивку дали. Твердый снаружи, мягкий внутри. Капа. Наконечник стрелы и щит командующего дали. Короче, кулак дали и щит командующего. За кулак. А он требует 17 ловкости. Блин. Ну, пушкам точно его мне не зайдет. А щит командующего требует... 15, кстати, ровно силы требует. Че он дает? У него 12 стойкостей в два раза. Полтора раза больше, чем у моего старого щита. Немножко блокирует магию, немножко блокирует яд. Щит одного из командиров ладык. Он огромен и тяжелый такой. Щиты дают прекрасную защиту, но маневренность приходится жертвовать. Да, хрена ли, арт весит. У меня, в принципе, нет легкого щита для парирования, так что все, отстань. Не могу парировать. Нечем. Интересно, я могу легкий вес выйти... ...с этим щитом? Если я перчатки поснимаю, тапки поснимаю... ...даже без всего не могу. Зато в трусах могу. Опа. О, нормальный билд. Слушайте, а ведь где-то были... ...где-то были врата еще одни. А уже когда босса убило, аж какие-то врата можно открыть. Че мне там нападало-то? Дает дополнительное очко показателя. Это давай, это хорошо. Это завози. Слушалась к магии, к огню. Это все неинтересно. Это все неинтересно. Я там все равно не успел модификатор набить. Четыре с половиной тысячи очков. Блин, че, укол покачать? Укол покачать до телепорта, да? Надо уже нужно пятнадцать веры. Черт, побери. Да, надо уже пятнашку веры иметь. По статуями что-то можно намутить. Ну, давайте говно билдить. Пятнадцать сил и пятнадцать веры. Идеальный билд. Так, значит, мне нужно статы вкинуть, да? Два стата получить. И один скиллпоинт. Так вот. Можно как бы мимо, но... Зачем мимо? Давайте поверим в укол. До тех пор, пока не онлокнется возможность взять перенос. Но вроде теперь можно, кстати. Дальше уже восемнадцать веры, чтобы взять третий укол. Но нужно накопить на перенос. Буду спускать малыша, получается. А что делать? Вообще, надо бы пойти в портал, так и поискать. Человека по имени Касла ищу. Давно не виделись, капитан. Сразу за мной, да? Ну, сейчас тогда сходим. Да, в смысле никуда не пускать? Я что, произвожу вид неблагонадежного, что ли? Слева на арене статуи стоят, с ними взаимодействовать можно. Да блин, статуи-то ладно, где там этот портал? Где-то должен быть портал. Вот после первого босса я в портал заходил, и здесь где-то должен быть портал. Да, что тут волосатой себе позволяет вообще? О, слушай, а вот... Может быть, это он? Здесь у нас находится целое что? Стой, стой, куда полетел. Меня тут бить будут, да? Нифрена, там прилетела плюха. Да, бить будут, слушайте. Больно причем. Давай, бэк. О, хорошо. Получаю, блюдок. Был напомнить про инвиз, но я иду к инвизу. Которым из вас так больно... ...отрулял? Блин. Пьют. Так. Немножко, конечно, неловко, что не видать ни черта. А, ладно. Только чуть-чуть. Приоденемся. А то что-то они развыделывались. На тебе по башке. Тебе по башке. Да вы чё? Вы чё, собаки? Вы откуда вылазите? На к тебе, всяки ему. Кстати, неплохо он там надамажил. Я бы сказал, душевно так надамажил. О том не будет ничего. Блин, там где-то лучник ещё стоит. Опять. Мне же не показалось. Оказалось. Всё, больше никого нет. Всё, всё, можно. Тут вообще хомар. О, это куколдовской посох, да? Требования к вере 20. Да, это куколдовской посох. Которые работают с 30-кой веры. С 20-кой. Ну. Судя по всему, веру этот скидай докачаю. Что я, гонёк? Блин, гонёк. Ты мне спавнишь врагов, а у меня вообще 0 хила. Троим база? А то. Так, опять где-то лучник. Это был не лучник, это был... Нет, это был лучник, который где-то там наяривает. Не бесите меня. Лоу хп гейминг. Запечатанная руна, а малая, сколок устойчивости к огню. Так, похоже, что, похоже, что я всё сделал. Покинуть это богом забытое место. Да, надо бы покинуть. Чё-то стрёмно. Драдайте. Куколдовской посох, куколдовской требования куколдовству. Куколдовству. Так что, получается, вот. Я тут думал, просто зайду лут заберу, а там... Сами видели, что творится. А там бьют и не стесняются. Веру-то я, скорее всего, сейчас и докачаю до 20. За чёрная дыра была. В чём задача? Ну, там, когда босса убиваешь, эти порталы открываются. И там, видишь, там иногда лут падает интересный. Чё-то ещё может упасть. Какие дела. Медленные остальные веронские порки. Ну да, там. Неплохая. Неплохая просто потому, что ещё и выбирать-то нечего. Даже все зелья не смог восстановить. Ищу 300. Может, сразу... Может, сразу 20 веры взять. Слоу-пучный соус. Там-то слоу-пучный. Сразу малыша докачать. И малыша докачаю. И палку получу. И вообще. Тем более, что для переноса тоже нужно будет, по-моему, там, веры. Следующий уровень 18 потребует. Там 20. Да, наверное. Наверное. 18 веры. Ну, давай. Давай. Покачаем статы. Три стата получается поднять. Кстати, обратите внимание, что не все банки восстанавливаются. Не все банки восстанавливаются на этом самом... На отдыхе. Ещё по билду. Двуручные пушки и магия. Трога или паладин. Ну, уже ближе к паладину. Паларога. Видишь, какой у меня... Какая у меня заточка. Так. Так, здесь стокнем запись. Так.